Проект аудиокниги.клаб представляет Пол Андерсон. Убить марсианина. Читает Александр Дунин. Ночной шепот принес тревожное послание. Рожденное за множество миль отсюда, оно летело через пустыню на крыльях ветра. На нем шелестел кустарник, шуршали лишайники и карликовые деревья. Юркие зверьки, ютящиеся под корягами в пещерах, в тенистых дюнах, передавали его друг другу. Не облеченное в слова, смутными волнами ужаса отдаваясь в мозгу воина Криги, пришло предостережение. Человек вышел на охоту. Внезапный порыв ветра заставил Кригу вздрогнуть. Вокруг, над горько пахнувшими железом холмами, в водовороте сверкающих созвездий на тысячи и тысячи световых лет, раскинулась бескрайняя ночь. Крига погрузил в нее свои дрожащие и нервные окончания, настраиваясь на волну кустарника, ветра, юрких грызунов, притаившихся в норках под ногами, готовый воспринять голос ночи. Один. Совсем один. Ни одного марсианина на сотни миль в округе. Только пылевые зверьки, дрожащий кустарник, да тонкий, грустный голос ветра. Беззвучный предсмертный крик пронесся через заросли терновника от растения к растению, отдаваясь эхом взжавшихся от страха нервах животных. Где-то поблизости живые существа извивались, сморщивались и обугливались в сверкающем потоке смерти, низвергавшимся на них из ракеты. Крига привалился к высокому изрезанному ветрам утесу. Его глаза, застывшие от страха, ненависти и медленно возраставшей решимости, словно две желтые луны светились в темноте. Он мрачно отметил, что сеявшая смерть ракета описала полный круг, миль десять в диаметре, и он оказался в гигантской ловушке внутри этого круга. А скоро появится и охотник. Крига поднял глаза к равнодушному свету звезд и по его телу пробежала судорога. Потом он уселся поудобнее и принялся думать. Все началось несколько дней назад в просторном кабинете торговца Уизби. «Я прибыл на Марс», — сказал Райорден, «чтобы подстрелить Филина». Даже в таких богом забытых дырах, как порт Армстронг, хорошо знали имя Райордена. Наследник миллионов транспортной компании, превратившейся благодаря его бурной деятельности в настоящее чудовище, которое опутало своими щупальцами всю солнечную систему, он был едва ли не больше известен как великий охотник. От огнедышащих драконов Меркурия до гигантских ящеров, обитателей вечных льдов Плутона, вся стоящая дичь испытала на себе разящую мощь его ружья. Кроме, конечно, марсианина. На эту дичь охота давно запрещена. Он небрежно раскинулся в кресле. Рослый и мускулистый, еще сравнительно молодой человек. В его присутствии кабинет казался меньше, и скрытая в нем сила, а также холодный взгляд светлых зеленоватых глаз подавляли торговца. «Но это незаконно, вы же сами знаете», сказал Уисби. «Вам дадут двадцать лет, если поймают». «Э-э-э-э, консул Земли находится в Оресе, на другой стороне планеты. Если мы устроим все тихо, разве кто узнает?» Райверден прихлебнул из своего стакана. «Через пару лет они так заткнут все дыры, что охота станет действительно невозможной. Это последний шанс для человека добыть филина. Именно потому я здесь». Уисби колебался, растерянно поглядывая в окно. Порт Армстронг представлял собой скопище герметических зданий, связанных туннелями. Он вырастал прямо из красной пустыни, раскинувшейся во все стороны до непривычно близкого горизонта. Землянин в гермокостюме с прозрачным шлемом шагал вниз по улице. Несколько марсиан праздно привалились к стене. И больше ничего живого. Молчаливая смертельная скука, царящая под тусклым, съежившимся солнцем. Жизнь на Марсе не слишком приятна для землянина. «Надеюсь, вы не заразились, как все на Земле, идиотской любовью к этим филинам, — презрительно спросил Райорден. — О, нет, — ответил Уизби, — здесь, в районе моего форта, они знают свое место. Но времена меняются. Ничего не поделаешь. — Да, было время, когда они были просто рабами, — сказал Райорден. — Теперь же эти слюнявые либералы на Земле требуют, чтобы им предоставили право голоса. Он презрительно фыркнул. — Да, времена меняются, — мягко повторил Уизби. Когда сто лет назад первые люди высадились на Марсе, трудности освоения чужой планеты ожесточили их. Поселенцы быстро стали подозрительны и жестоки. Иначе нельзя. А то бы им не выжить. Они не могли считаться с марсианами, воспринимать их иначе, как разумных животных. К тому же из жителей Марса получались отличные рабы. Ведь они требуют так мало еды, тепла и кислорода. Они настолько выносливы, что могут выжить без воздуха почти четверть часа. А охота на дикого марсианина, разумная дичь, которой сплошь и рядом удавалось улизнуть от охотника, а иногда и прикончить его, — это был настоящий спорт. — Знаю, знаю, — сказал Райорден. — Поэтому-то я и хочу подстрелить хоть одного. Какой интерес, если дичь не имеет шансов спастись? — Но теперь все по-другому, — сказал Уизби. Позиции землян достаточно укрепились. К тому же и на земле к власти пробрались либералы. Естественно, что одной из первых реформ была отмена рабства для марсиан.